В сегодняшнем выпуске мы поговорим чуть об роботизации, автоматизации сварочного процесса тихсварки. Не полуавтоматической, а именно тихсварки. Сегодня будет интересно, сегодня я с гордостью скажу, заварите чай и печеньки. С вами мастерская Тихтула. Присаживайтесь. Ведь я очень сильно кайфанул от процесса сегодня. Много-много сделал видео маленьких в Телеграм и решил поделиться с вами. Перед вами Сибора 340, но не просто 340, а 340 робот. В чем отличие от обычной 340? То, что у нее стоит плата управления механизмами подачи, роботами и так далее. То есть у нее дополнительное меню. И в данном случае мы будем управлять механизмом подачи проволоки. Выглядит он вот так. По факту обычная полуавтоматная система последних поколений с быстросъемными роликами и так далее. Своими датчиками промотки и так далее. Но они могут управляться от сварочного аппарата. Также сварку мы будем производить на вращателе от Михаила Среди Тих второго поколения. Версия 2.0. Он уже его выкатил в продажу. Можете ознакомиться у него в Телеграме. Скоро я сделаю обзор на него полноценный. Механизм подачи крепится к любой горелке. В данный момент я его приколхозил к паркеру 18 серии. Потому что я сварить буду на 220 А. А также я его колхозил к 20 серии горелок. И к бинзелям. То есть без проблем подключаете к любой горелке. Регулируете и так далее. На механизме, на корпусе механизма есть две кнопочки. Одна выдвигает проволоку, вторая задвигает назад. Это для удобства под настройки процесса. И также есть разъем для подключения джойстика управления. Ну что, приступим. Зажимаю деталь во вращатель. Это уже не первая деталь, а шестая за сегодня. И я с полной уверенностью знаю, что все будет хорошо. Не парясь. Просто в настроенном вращателе поджимаю горелку. Плюс-минус выставляю зазор на глаз. Нажимаю на кнопочку. В дальнейшем это будет с пульта все запускаться. И запускаю вращатель. И началась магия. Сейчас я поменяю чуть-чуть ракурс. Вот так лучше видно, что происходит в данный момент. Да, идет монотонный, ровненький, идеальный шовчик. Без чешуйки. Просто залит. 225 А. Аппарат даже, ну, блин, у аппарата 310. 100% ПВ. Просто идеально. Такая вот красота. Повторяемость у деталей 100%. Все швы одинаковые. Вот так это выглядит под стеклом, что происходит в процессе сварки. То есть, идет вот дуга. Сейчас я вот камеру перестану качать. Горит дуга. Подается постоянно проволочка. Я на синхронном режиме. Сейчас сварю. Чуть подальше я об этом расскажу. И просто происходит процесс переплавления. Настраивать сейчас кто-то скажет, что тяжело настроить. Нет, ребят. Для тех, кто хотя бы чуть-чуть сваривал на производстве. Да, это штука для производства. Потому что стоимость ее на май 2023 года. Это 1,1 миллиона и 66 тысяч вращатель. Хотя бы чуть-чуть, если сварщик сваривал на производстве и знает така, какими он работает. Просто подставить объем подающей проволоки. И все. Ничего сложного в этом нет. И результат просто удивит. Ну, человек, это все-таки усталость. А здесь машина. Меня зовут Иван. И это мой YouTube канал. Не забудьте поставить лайк. Подписаться на канал. И не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Также меня можно найти ВКонтакте, в Телеграме. Ссылочки в описании. Это мой канал. Моя рубрика «Чиним-пилим». Поехали к выпуску. Чуть-чуть поигрался с настройками. И вот такая красота разная у меня получилась. Кому какие швы нужны. Но, кстати, как вы считаете, какой из швов получился самый красивый? Из первой, второй, третий сверху вниз напишите в комментариях. Кстати, да. Я директор тульского филиала «Чебора». Я вам могу помочь с покупкой этого сварочного аппарата. Вы можете мне позвонить. И я все подскажу, расскажу также с настройками. Соответственно, чуть-чуть пробежимся по сварочному аппарату. Это обычная 340-ая, на которую можно сваривать так же и вручную, как мы привыкли на любом трехфазном, однофазном сварочном аппарате. Есть импульсный режим. Есть переменный ток для сварки алюминия. Не просто, а полноценный, с амплитудами, формой волны. На 340-ую проще посмотреть обзор. В этом аппарате есть все. Но помимо этого, есть такая маленькая-маленькая штука, которая меня очень удивила. Я постараюсь, чтобы в ближайшее время она появилась на канале. Это вот это, параметры плазменной сварки. Сюда можно доустановить плазменную сварку. Но пока что этого нет. Мы заходим в параметры подающего механизма. Выбираем режим. В данный момент это будет синхронный режим. Что здесь есть? Механизм запуска автоматический. То есть, когда я нажму на кнопку, он подключится. Внешне это с пульта. Высокая скорость это объем, подающий... Ну, сколько вы будете подавать проволоки. Мне было комфортно на 2,8 метра. Низкая скорость это скорость возврата. Если мы сварим на импульсах... Да, я забыл сказать, что синхронный режим подстраивается под импульс. То есть, если мы выставим импульсную сварку... В дальнейшем видео я это покажу. В момент вспышки будет подаваться проволока. В момент паузы она будет оттягиваться. Ну, как мы выставим. Задержка пуска это сколько не будет вначале подаваться проволока. И длина втягивания это после сварки, насколько втянется проволока назад в сантиметрах. Настройки проще, простого настроить даже ребенок. И вот здесь вот включаем механизм подачи проволоки. И вот автомат плазменной сварки. Я очень хочу. Хотите, чтобы была плазменная сварка на канале? Пишите. А сейчас я вам покажу маленькое видео, как асинхронный режим настраивается. То есть, мы настраиваем высокую скорость, настраиваем низкую скорость. И настраиваем частоту импульса. То есть, с какой скоростью она будет тыкать проволочка. Имитируя движение руки. От 0,1 Гц до 5 Гц. И маленькое сейчас видео с телефона я вставлю, как мы сваривали. Это для тех, кто это вот только для машин. Нет, ребят. Эта штука и вручную классно сваривает. Очень классно. Ну и в завершении выпуска, ребят. Если хотите, чтобы я посваривал вручную алюминий на этом источнике с подающим. Пишите в комментариях вообще, что вы хотели бы, чтобы я сварил на этом источнике. Я надеюсь, вы так же кайфанули от этого видео, как и я. С вами мастерская Техтула, Иван. Спасибо за просмотр. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok